60 машин пополнили автопарк правооховников Гродзенской области. Ключи от новой техники отримали, как кажуть, универсальные и самые близкие до людей милиционеры, участковые инспекторы. Подарунок, о передаче которого принял дел министр внутренних справ Иван Кубраков, промеркованный до 100 годзе за основание службы участковых инспекторов. Это милиционеры, которые стоят на переднем крае и, наверное, самые близкие к людям, которые решают злободневные вопросы, когда надо охранять общественный порядок. Обеспечивать безопасность наших граждан. И, конечно же, им приходится очень много передвигаться, и чтобы оперативно все это выполнять, необходим, конечно, транспорт. И сегодня, в канун праздника, в канун векового юбилея, власти, городские власти, каждого региона, областного совета преподносят подарок для участковых инспекторов милиции автотранспорт, новый парк, который пополнится благодаря спонсорской помощи наших коллег. З находы профессийного света лепши правооховники региона были отзначены узнагородами розного узровню. Сирот тех, кто чаканечий крок, выходив на центр пляцовки, был и старший участковый инспектор Гродинского РАУС Владимир Пазябкин. Носить погоны – ягомара детинства, якая, упэлнены родные, увасобилася у лепшим выгляде. Вы знаете, горжусь. С детства мечтал носить погоны, и его мечта сбылась. Как хотел стать в милиции служить, так он и стал военным. И не важно, что он не военный, который не защищает нашу родину, не летает на самолетах. Он блюдет порядок, и поэтому мы можем спать спокойно, по крайней мере, его семья и все окружающие. Стаж работы Владимира Пазябкина в органах внутренних справ – 13 годов. Восемь з'ехен участковый инспектор у агрогородку Индура Гродинского района. В зону отказности выходит 18 вёсок, у которых проживает около 1600 человек. Зараз наведывать адресы грамадян участковому станет значно простей. Добраться до поможа четырехколовый помощник – легковый автомобиль повышенной проходности «Нива». Для любого участкового, особенно для меня, работающего в сельской местности, необходим в любом случае автомобиль, потому что большое расстояние между населёнными пунктами, и приходится реагировать на различного рода сообщения. А в некоторых населённых пунктах не всегда асфальтирована дорога, где-то пересечённая местность, где-то дачи находятся в лесных массивах. Поэтому, особенно в теперешнее зимнее время, такой автомобиль с повышенной проходимостью очень необходим. Продолжение следует...